всем привет друзья мы в прямом эфире и вы со мной сегодня в кадре будут мои руки бумага акрил и собственно все и всем здравствуйте напишите пожалуйста как меня слышно чтобы 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 я начала эфир знаю что вы меня слышите всем привет всем 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 так друзья ну что там со звуком щеки сегодня небольшим уютным кругом любителей творчества мы с вами нарисуем такой морской пейзаж акрилом всем здравствуйте друзья пожалуйста напишите мне как меня слышно потому что все время переживаю что у меня не слышно поэтому не нужно чтобы никто это сказал слышно и видно доброе утро а вы кто мне зовут екатерина я художник и собственно в посте а как в котором мы делали анонс эфира есть ссылка на меня вы можете познакомиться со мной поближе зайдя в мой инстаграм вот а сегодня мы будем рисовать акриловыми красками на бумаге и давайте не будем терять время потому что я думаю что эфир на займет приличное время я выбрала не самый такой простой пейзаж и мне кажется что даже он не морской честно признаться я думаю что это озеро вот вчера я долго искала референс и очень мне захотелось нарисовать именно этот пейзаж потому что мне очень нравится как здесь мне очень нравится цвет воды эти переходы эти круглые камни небо чуть-чуть лесочек тут но в общем он довольно интересный и он не самый сложный для реализации просто тут много элементов поэтому может показаться таким сначала пугающим немножко но и в нем нет ничего сверхъестественного итак друзья кто рисует со мной давайте уже готовим собственные инструменты и я буду начинать комментариев ваших я сейчас видеть не буду поэтому мы сейчас с вами просто будем рисовать так по освещению у нас все хорошо все давайте начнем и так и начнем мы с карандашного наброска так что видно все слышно и начнем с карандашного наброска для начала обозначим линию горизонта она у нас так скажем чуть выше середины нашего листа вы видите что я уже заклеила края блокнота малярным скотчем я кстати рисую в блокноте скетч макс гудс здесь очень плотная белоснежная бумага а 240 грамм блокнот вообще изначально создан для цветных карандашей графики но я его приспособила под акрил и гуашь и он очень хорошо для этих целей подходит что бумага очень плотная и можно даже рисовать вполне с обеих сторон листа вот где-то и здесь до с обеих сторон листа и все прекрасно держит и гуашь и и акрил замечательно так друзья сейчас немножечко я сделаю так до чтобы вы вместе со мной были все после того как мы обозначили с вами линию горизонта мы с вами собственно приступаем к остальным деталям этого пейзажа здесь у нас кита горы такие на заднем плане в небольшой дымке тут у нас лесочек идет и вода с у нас как бы такая бухта таким образом сюда она направляется далее нас есть здесь два таких объекта два камня которые играют очень важную роль в этом пейзажа и поэтому собственно если вы рисуете по этому референсу камушки обязательно нам нужно нарисовать вот этим как вы понимаете я не скрупулезно соблюдаю все этом пропорции расстояния на референсе поскольку у меня листок чуть-чуть другого разрешения ну и в принципе в данном конкретном случае я не считаю это мега важным вот что это такой пейзаж но для нас пока абстрактными не знаем где это она важно вообще передать общую картинку и хорошо поработать с цветом и с объемом так вот здесь у нас камень чуть-чуть что я его слишком высоко нарисовала верхушка ко мне чуть-чуть она практически наравне с линии горизонта у нас тут добора этот камушек там вот тут у нас какие-то на заднем плане мелкие камушки и также здесь на берегу несколько камней мы их тоже изобразим и вот здесь вот тоже такой идет каменистый берег конечно друзья мы не будем здесь каждый камушек вырисовывать мы их вот так набросаем довольно схематично чтобы как бы просто понимать что они у нас тут есть и потом также мы их акрилом проработаем так все камни разложила все положила лес карандашами я не рисую потому что опять же эти все объекты у нас как бы второстепенные мы их будем рисовать но скажем так очень схематично вот поэтому ничего там карандашом вырисовывать принципе не надо сейчас мы дальше когда начнем работать вы поймете почему в принципе я думаю что все с карандашным наброском мы с вами закончили и можем приступать к краскам сейчас я смахну все остатки стирательной резинки беру карандашик попью водички меня за окном дождик стучит вы иногда возможно его будете слышать что касается палитры до которую мы сегодня с вами будем использовать здесь у нас меня все оттенки для моря это зеленый такой aqua green голубой в тала blue очень хороший цвет для того чтобы создавать разные морские оттенки туркис блю и королевский блю и для рисования песка до камней мы будем использовать теплый зеленый разумеется белила нам нужны всегда будем использовать сырую сиену коричневые ну и черного нам чуть-чуть понадобится и немножко серенького в принципе все цвета даже если у вас нет уже готовых таких до красок можно сделать замесы и так друзья традиционно я начинаю с неба как я уже говорила акрилом я работаю от общего к частному то есть я сначала наношу основные цветовые пятна и уже потом мы с вами будем усложнять эту картину и так небо для неба у меня есть небесно голубая краска буду использовать ее и буду использовать конечно белила потому что если вы посмотрите на референс у нас к линии горизонта небо становится светлее давайте начнем я чуть-чуть добавляю голубую белила и сразу начинаю работать фон я всегда рисую такой довольно крупной плоской кистью у меня это восьмерка это всегда синтетика потому что ну и очень хорошо получается делать плотные заливки акрилом я практически я добавляю очень мало воды когда я делаю вот эти вот прорисовываю фон потому что мне важно чтобы он был плотным поэтому воду я практически не добавляю вот так тихонечку мы берем включаем белила я иногда прям на холсте краски смешиваю потому что я уже довольно быстро научилась с акрилом управляться и мне даже удобно иногда их замешать непосредственно на холсте в принципе так здесь даже чуть-чуть какой-то эффект облачков у нас получился все друзья я думаю что с небом можно уже заканчивать небо мы сделали можем дальше ехать а дальше мы с вами перемещаемся на вот эту ой махнул так махнул сейчас немножечко тут корректирую залезла пальцами так и дальше мы с вами перемещаемся на вот эту водную гладь что у нас с морем фактически вам нужно будет такой некий градиент растянуть от горизонта к берегу и соответственно здесь у нас будет самый темный цвет воды и постепенно он будет становиться светлее к берегу тут он будет перемешиваться с песком и далее переходить уже в берег обратите внимание пожалуйста что в этой части у нас вода чуть-чуть зеленого цвета и соответственно как бы во всей глади воды вот эти оттенки зеленого они немного присутствуют поэтому вот используйте это потому что таким образом ваш пейзаж будет смотреться интереснее и теплее так для того чтобы нарисовать воду я буду собственно использовать вот этот стала блю сразу на палитру у меня в тала блю от венсор и ньютон довольно хороший акрил мне нравится дальше я беру турки из блю чуть-чуть тоже у нас такой составной знаете будет цвет из многих из разных и вот такой голубой амстердама называется king's blue и blue royal и берем белила сразу на палитру так это тоже бутылочек заканчивается побольше больше белил все время переживаю они все видно все нам видно и сразу немножечко я добавлю на палитру вот такого желто зеленого чтобы сразу нам его добавить и друзья я рекомендую так как у нас сейчас довольно быстро нарисуем воду ну вот этот первый красочный слой перейдем на берег и там и нам здесь нужно будет замешать как бы песок с с водой поэтому сразу давайте песчаные оттенки тоже на палитру положим в принципе все дальше сейчас мы тут будем экспериментировать точнее не экспериментировать и чуть-чуть телесного ну давайте начнем и так линия горизонта я наверно пока возьму эту кисточку потоньше потому что нужно прорисовать так довольно тонко я беру в тала блю такая полупрозрачная краска и вообще довольно яркий цвет получается в тонком слое я его смешиваю с вот этим королевским голубым синим ну и собственно давайте начинаем самую темную линию потом еще будем сюда возвращаться поэтому как бы если вы здесь с цветом например угадали или захотите сделать его потемнее то есть это все у нас будет такая еще возможность вот а пока что мы с вами первый такой слой раскладываем здесь у нас друзья возле горизонта потемнее и все дальше когда я иду вниз к берегу я начинаю включать я поменяю во первых кисточку на более толстую и начну включать уже морские ой точнее ну да морские светлые цвета скажем так то есть постепенно начну вытягивать этот цвет более светлые я работаю акрилом довольно скажем постозно мне нравятся такие плотные заливки вы понятно что в процессе работы до в процессе освоения этого материала там тоже будете как-то по-своему экспериментировать я когда только начинала с акрилом взаимодействовать использовала больше воды я почему-то долго не могла привыкнуть к тому что акрил не нужно разводить большим количеством воды но в общем привыкала экспериментировала и постепенно пришла к какому-то балансу сейчас уже с водой и акрилом управляюсь ну конечно интуитивно там особо не думаю сколько взять на кисть это уже получается скажем так ну просто на механику завелось поэтому сейчас это довольно легко у меня выходит так ну собственно вот друзья мы растягиваем наш морской слой постепенно к белому делаем вот тут довольно светлым возле берега если чувствуете что сильно светлый то можно все сделать потемнее так и смотрите вот тут где вода у нас встречается с песком собственно краски тоже встречаются и начинают смешиваться друг другом поэтому я беру теплый серый и фактически смешиваю его с вот этой вот нашей краской цвета водички чтобы прям у нас получился такой цвет на стыке теплого серого коричневого и такого морского нежного зеленого и дальше у нас цвет начинают становиться темнее это уже песок там где вода накатывает на берег это мокрый песок поэтому он темнее у нас так в некоторых местах дальше он у нас становится светлее тоже сухой начинается песок и фактически на сам берег здесь мы будем использовать много белил то есть фактически чуть затонированные теплым серым или телесным или чуть-чуть возможно охрой белила потому что берег у нас очень светлый он контрастирует с водой он контрастирует с небом обходим камушки которые мы набросали здесь здесь не забываем что за камнем у нас тоже берег и для него здесь тоже такие же все работают правила тоже там вода смешивается как с песочком где-то тут потемнее чуть-чуть для камушка потемнее тут думаю что сиену можно добавить даже чуть-чуть так ну собственно так так пока набрасываем все будем детализировать еще усложнять но в целом у нас уже сейчас до вырисовывается такая некая довольно понятная картинка и друзья посмотрите у нас тоже цвет песка довольно неравномерный тут где-то лежит галик калька какая-то камушки то все тоже можете обозначить сразу не забывайте после того как помыли кисточку хорошо и промокнуть потому что лишняя вода нам не так берег воду первый слой мы с вами положили давайте сейчас переключимся на камни сейчас нам понадобится белила и в принципе ну такой серый до серый цвет мы сейчас обозначим как бы свет и тень на камнях чтобы потом пока с высохнутым и потом к ним вернемся собственно вот я беру серый но я его смешиваю чуть-чуть с сиеной с белилами чтобы он превратился в такой тепло тепло серый цвет и начинаем работать с камушками так у нас свет падает слева соответственно правая часть низ к камней вот этих крупных у нас находится в тени таком прорисовываем тень сразу можно миксовать и сразу второй кам камушек тоже обозначим сразу темная часть части тут и берем белила так сейчас друзья я выдавлю как смешной и просто сейчас чистыми белилами я прохожусь по верхушке камня чтобы она свет светлую часть обозначить вообще я конечно ну мне какая-то такая сформировалась техника я вообще когда осваиваю новый материал и не знаю почему так вообще любое любое скажем новое то что я осваиваю в своей жизни я почему-то осваиваю исключительно методом эксперимента и когда я начинала рисовать акрилом я никакие не смотрела мастер-классы не знаю почему но потом уже начала конечно смотреть но когда только начинала работать мне было интересно самой все осваивать а я про что а я хотела сказать что у меня как-то естественным путем выработалась вот это вот собственная ну понятно что это не уникальная история но мне удобнее вот так знаете рисовать сразу все и постепенно возвращаться то туда то сюда перескакивать но мне так как-то интереснее потому что я вижу как работают разные до художники и кто-то прям фрагментарно вырисовывает картину то есть прям скрупулезно там сначала один сектор следующий следующее следующее я не говорю что что-то плохо что-то хорошо все очень по-разному ну вот у меня такая история так с камнями мы пока что и все время проверяю все у нас в кадре давайте перейдем вот на эти камни но здесь у нас все довольно просто мы сейчас просто пока их белилами потом теплым сером и просто набросаем вот такие вот цветовые пятнышки разные то есть вот эти вот камни которые у нас где лес мы их вот этот каменистый берег мы его по большому счету с вами вырисовывать не будем мы будем в такой импрессионисткой манере здесь пятнышками работать собственно вот эти ну вот эти вот камушки на берегу мы чуть-то детальнее прорисуем и пока так мы набрасываем сюда так нету коричневые так в принципе пока достаточно теперь вот эти горы на горизонте давайте нарисуем я возьму чуть-чуть серого возьму тонкую кисточку круглую такую серый цвет что я никогда не могу обойтись одной палитры все время я куда-то залази серый добавляю я белила и чуть-чуть голубого чтобы у меня получился такой голубовато серый ну вот горы они такого цвета они у нас не чисто серые они с примесью такого голубенького какого-то цвета находятся они у нас такой легкой дымке на заднем плане ну вот давайте их и прорисуем сейчас вот так одним слоем я вам когда анонсировала прямой эфир сказала что мы будем рисовать теплое море но в итоге мы с вами рисуем озеро я думаю что это озеро почему-то а может быть это не озеро я почему-то не посмотрела что это за место надо потом найти интересно мне кажется она даже не сильно и теплое потому что там вот на горах чуть-чуть лежит снежок но все равно же ведь красиво красиво так ну в принципе друзья все мы с этими делами со всеми с горами пока закончили здесь из этой зоны можем пока пока уйти друзья для тех кто присоединяется напоминаю что мы рисуем акрилом на бумаге морской пейзаж референс у нас есть в stories можете сделать скрин сохранить если на скрине вам качество не хватит можно найти через google картинки эту же картинку более хорошем качестве скачать ее себе на телефон или компьютер так друзья теперь следующее цветовое крупное пятно это лес лес с каким-то акцентом сказала а и мы сейчас просто возьмем зеленую краску это у меня зеленый хром и просто вот таким вот очень схематичным образом мы сейчас набросаем первый красочный слой для леса но сразу единственное что я сделаю это намечу сразу краской направление роста этих елочек то мы это все добавим сюда темно-зеленого светло-зеленого набросаем и у нас получится уже более натуральный лес а пока что нам хватит такого схематичного наброска этого собственно леса ну собственно все смотрите мы с вами положили первую первую первый слой мы с вами обозначили все объекты в принципе мы с вами обозначили все светотени и теперь нам нужно будет просто постепенно каждую из этих участков пейзажа усложнять у того у кого нет акрила друзья вы можете рисовать и другими красками по схожим качествам с акрилом у нас это гуашь да может кто-то рисует темперой что тоже вариант некоторые рисуют темперой на бумаге если вы рисуете пастелью акварелью маркерами пожалуйста рисуйте любым материалом если вам интересна эта тема интересен этот пейзаж я не вижу никаких поводов отказывать себе в удовольствии ну что друзья и снова мы возвращаемся к морю единственное к чему мы не будем возвращаться это небо потому что нам вот этого первого слоя вполне достаточно море 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 смотрите мы сейчас смотрим будем делать практически то же самое что и в первый заход единственное мы наша задача сейчас положить еще один красочный слой чтобы он смотрелся плотнее и закрыть какие-то все проталины которые у нас остались а также как мы начинали да самый темный здесь мы здесь чуть у камушков он тоже темный визуально да это самая темная часть воды здесь у нас здесь там коричневый такой возле берега темный цвет здесь возле камней чуть чуть темного тоже на камни полезла все теперь продолжаем дальше работать с водой ну и дальше все что мы с вами делали постепенно растягиваем вниз от темного к светлому не забываем не забываем про то что у нас здесь чуть-чуть включено такого зеленоватого зеленоватого где-то если чуть-чуть где-то там ошиблись цветом все можно поправить потому что я иногда тоже знаете в порыве какого-то рисовательного значит экстаза начинаю что-то лепить какие-то странные цвета поэтому иногда нужно чуть-чуть возвращаться вчера я в 12 часов ночи репетировала на шефир пока что без репетиций не выхожу потому что все таки важно вам дать уже наработанное хотя тоже когда рисуешь что-то новое вместе это тоже своего рода интересный опыт такой и смотрите вот здесь под вот этим большим камнем есть его отражение и давайте мы его сразу нарисуем вам объяснить какого она цвета но такого знаете зеленовато серого бледного цвета то есть вот цвет белого камня свет смешивается с цветом воды и собственно получается такое светлое это фисташковый фисташковый чуть-чуть серым такой цвет сразу мы обозначим вот этот вот это отражение камня в воде она у нас вот здесь справа с левой стороны самое самое яркое такое сюда вижу право становится потемнее такое насыщение интересное вообще я очень люблю и всегда стараюсь мне просто нравится я подбираю референсы с когда изображены камни с отражением в воде мне очень нравится эти тени рисовать я люблю и работа сразу выглядит так поживее поэтому вот можете тоже использовать это своей работе если хотите попробовать может быть вам это тоже понравится в принципе наверно чтобы перенести пейзаж с фотографии на холст максимально ну как бы похоже да на референс нужно посмотреть повнимательнее иногда иногда подольше глазами так вы знаете разбить на составляющие на цвета потому что когда ты смотришь ну вот так поверхностно просто на картинку ты видишь голубое небо зеленоватую воду и белые там желтый песок но когда ты начинаешь разбирать это да на сектор это видишь что там везде есть какие-то включения которые и делают этот пейзаж живописным и вот их нужно стараться тоже на бумагу переносить то есть где-то в воде какие-то песчаные оттенки где-то на песке голубоватые где-то в камнях голубоватые вот это вот все желательно не пропускать так что то есть заговорилась и забыла чем тут делаем да все смотрите на водичку положили мы еще один красочный слой теперь берег берег у нас там опять вот здесь также делаем потемнее и вот здесь как бы знаете такому перспективу у нас вот эта полоска берега да где мокрый песок она она чуть-чуть расширяется у нас к к нижней части листа таким образом мы передаем вот эту вот перспективу ой я довольно густо кладу акрил мне почему-то это очень нравится и эффект ой что у меня заканчиваются белила и какой-то уже устраивают тут найти этот какой-то протест нужно взять другие сейчас я возьму другие сейчас секундочку собственно усиливаем белые вот эти части берега иногда я вот как сейчас видите я нарисовала белую и нарисовала мокрый песок а потом зачем-то его белилами закрасила это я делаю вот опять же когда попадаю в какой-то этот когда когда мой пейзаж хочет куда превратиться абстракцию поэтому опять же сейчас вот немножко вернусь в реальность подкорректируем вот здесь все в принципе все довольно хорошо кстати абстракция это вообще потрясающая вещь я ее просто обожаю мне вот лично абстрактное абстрактное творчество дарит очень много эмоций позитивных может быть когда-нибудь с вами порисуем и абстракцию тоже очень люблю такое знаете коллажную абстракцию коллаж люблю ладно сейчас мне не про это итак друзья смотрите это я вам не сказала а начала нам немножечко нужно включить охры вот здесь на камушке немножечко есть охры и чуть-чуть у берега чуть-чуть на песочке охристые такие проскакивают оттеночки охра или сырая сиена вам подойдет для этих целей если вдруг у вас нет охры есть сиена но нет охры но вообще охра желтая и охра красная в палитре у вас быть должна поскольку это такие базовые краски так так надо уходить с этого участка потому что я чем дольше здесь тем больше я начинаю непонятных делать вещей но сейчас подождите сейчас подождите с пока не уходим не расходимся нам чуть-чуть нужно опять вот сделать микс берега и воды да там где у нас смешивается море с песочком так мне нужна новая палитра потому что я уже все всю полезную площадь использовала так ну все друзья с берегом и с почти почти закончили сейчас я немножко вот тут добавлю все наверное все или не все нет я возьму еще чуть-чуть теплого серого подброшу сюда и сюда сразу хотела конечно я чтобы мы с вами в за час все успели но вчера поняла что не успевая за час ничего сделать ну ладно будем дольше тем более сегодня у нас такая погода знаете дождь никуда особо не выйдешь потому что дождь в лицо как-то знаете идет не вертикально а горизонтально образом он сегодня решил пойти ладно друзья смотрите вернемся вернемся итак мы с вами положили второй красочный слой на воду и на берег теперь давайте немножечко вот обратим внимание на вот эту вот область берега которая за камнем и начнем отсюда ее ну отсюда начнем наш скажем пейзаж детализировать здесь у нас тоже такая довольно контрастная часть картины и вот обратите внимание именно на вот эту вот зону за камнем то есть от берега и к воде она у меня она у меня здесь чуть пошире у меня так получилось я ее нарисовала на картинке нашей исходной она чуть поуже но это не так не суть конечно может быть и так и так вот давайте давайте собственно сейчас мы будем ее прорабатывать опять же опять же у нас такой вот макроватый до песочек у берега и дальше и дальше мы его начинаем с вами в такой из коричнево зеленого такого знаете какой-то там такой хвойно-бледно-зеленый здесь такой цвет темноватый и вот так мы его сюда выводим чуть-чуть вот сюда его пробросим это знаете такой скорее оливковый цвет да да и он у нас здесь и вот здесь посмотрите вот от этого камня тоже у нас идет такая некая тоже там тень толще воды там бережок тоже такого цвета темноватого тоже сюда его набрасываем чуть-чуть оттеняем светлым чуть-чуть ровняем ему границу соединения вот этот стык можно водичкой можно другой краской так положим так у нас такой светлый зеленоватенький чуть белило включаем еще здесь посветлее ну то есть смотрите сейчас мы с вами начинаем работать уже с толщей воды более детально мы по сути смотрите после того как мы положили первый и второй красочный слой это основа наша теперь мы делаем детали мы внимательно смотрим на референс где у нас там есть цветовые вот эти вот пятна и мы собственно их переносим на наш холст смотрим вот здесь вот где вот от этого камня здесь вот такая знаете посветлее идет полоска здесь вот потемнее да это пятнышко тут вот ну вот в принципе так знаете мы набрасываем такие цветовые пятнышки и что важно отметить ближе к горизонту у нас очень тонкие будут вот эти пятнышки эти линии и чем ближе к берегу вот эта фактура она начинает укрупняться да эти линии волны они становятся более крупными мы еще их будем прорисовывать тоже более детально здесь возле камня вот этот в подплик усилим так угу 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 и вы смотрите друзья сейчас может быть вам будет казаться что вам очень понятно потому что я начинаю сейчас в принципе по листу ну скажем так скакать и это так называю то есть я сейчас вот зашла на море потом я перескочу на камни потом на берег и как-то вот сейчас уже динамика усиливается поэтому будьте к этому готовы и вы можете конечно это не использовать но то есть в своем темпе работать я просто объясняю вам что сейчас происходит у меня до чтобы вам не казалось что вы как-то запутались там и ничего не поняли так пока отстанем сейчас вот здесь и немножко под да все это подровняю так все и пока отстанем от воды и камушкам камням и так камни камни сейчас будем усиливать светотень у камней и рисовать им детали и так мы берем опять же наш серый цвет сейчас нам чуть-чуть понадобится черный вообще практически мы не используем черный цвет я его совсем немного использую для особо глубоких теней так вот смотрите мы уже час рисуем ничего себе ничего себе время летит так я замешиваю серый чуть-чуть темным и добавляют тепло серы чтобы получить такой темный тепло серый цвет и иду на камень опять потемнее нужно и начинаю усиливать тени камня абсолютно так же как на референсе я стараюсь также повторить чуть-чуть включаю коричневый в темную часть камня потому что он у нас там на референс тоже есть и вот посмотрите пожалуйста вот в самой тени она она же ведь тоже неравномерная в ней есть какие-то включение светлые отблески и вот это тоже очень все важно передавать и и не зацикливаться только на том что что-то ну типа кардинально темное кардинально светлое то есть в каждом из этих участков есть какие-то свои темные отблики от звуки цветы так пока что сюда иду и вот этому камню усиливаем тень вообще вот когда появляется контраст в работе сразу все по-другому начинает выглядеть почему я сказала да что камни вот эти играют здесь довольно большую роль потому что они на самом деле они не такие сложные скажем для прорисовки бывают камни знаете такие хаотичные вот что я их рисую думаю больше зачем вообще я в это ввязалась потому что ник не можешь вообще уловить никакую в них геометрию ну по крайней мере мне это бывает сложно сделать а вот здесь у нас камушки знаете они такие кругленькие такие такие зайчики и поэтому я и выбрала тоже в частности этот референс чтобы вам было не так сложно с этими камнями работать ну и они выглядят приятно уже на рисунке законченным они такие кругленькие такие знаете гладенькие прям хорошенькие вот поэтому я ну так скажем ваше внимание с акцентировала на камушках так и не забываем про светлые части вот здесь ой светлые части камней я рисую белилами я практически их ничем не тонирую но вы можете чуть-чуть добавить либо бежевого либо серого чтобы это не не были прям такие очень яркие белила но мне нравится как то есть такой прям выраженный контраст поэтому я белила практически в чистом виде тут использую чуть-чуть возьму коричневого здесь внизу коричневую наброшу и здесь и чуть-чуть от света тут этой темной части камня он и в воде есть про это не забывайте то обязательно давайте к этому камню вернемся пока тот сохнет хотя нет подождите давайте вот здесь делаем прям темную тень еще чуть-чуть усилим самую правую часть камня чтобы он у нас по косов так ну все сейчас еще чуть-чуть вот тут так сейчас я поменяю так друзья переходим сюда переходим к этому камню и сейчас нарисуем ему тень и и для этого я буду использовать черный чуть-чуть серым чтобы он был прям не сильно черный такой немного сероватый и начинаю рисовать тень этому камушку и когда тень на воде она соответственно тоже меняет цвет она уже становится такое знаете с чуть-чуть синеватой то есть обязательно это надо учитывать что тень которую бросает камень на песок и на воду она цвета разного положили тень сразу можно эту же краску использовать здесь этому камушку тоже тень и и сразу же вот этим малюткам тоже набросим сюда и сюда темненькие и чик скакали на камни но просто пока мы у нас на кисти есть темная краска давайте сразу здесь темные бросим камни на вот этот скалистый берег чтобы нам это получится и быстрее и вообще сэкономить на мой материал и время сюда набросили здесь у нас такое чуть-чуть этим друзьям здесь немного так еще дальше черный перу черный и вот сейчас чисто черным но разбавленным с водой вот эту тени здесь я усиливаю и чуть-чуть этому камню чуть вот здесь теплого серого цвета и на брошу так в принципе вот этот камень мне уже очень нравится он практически готов еще немножко есть часто мимо смотрите вот здесь здесь такая него темная полосочка и вот здесь и в правой в правом нижнем правой нижней части камня у него есть такой прямо голубенький отблеск мы его добавим потому что это выглядит симпатично так его добавим и как же тут у него есть про такая ярко яркий тоже выступающая часть и здесь здесь чуть-чуть и чуть-чуть вот тут такой контрастик сделаем друзья вы такие молодцы смотрите эфир я понимаю что вы там отключаетесь включаетесь кто-то меняется но мне очень приятно что вы здесь со мной так опять я возвращаюсь к воде вот здесь у нас такой яркий такой знаете бирюзовый морской цвет вот в этой части смотрите когда я детализирую изображение я использую технику лессировки это значит что я наношу слой за слоем полупрозрачные такие краски поэтому изображение становится более объемным и таким более реалистичным и детализированным вот поэтому я вам тоже рекомендую этот прием использовать и пока у нас сохнут камни давайте вернемся к водичке мы сейчас будем рисовать на воде основные цветовые пятна и второстепенные цветовые пятна мы уже положили сейчас я хочу нарисовать на водичке вот эти вот белые волны вот такую рябь вот эту которая рождена точнее от свет отряби да вот эту игру света на воде но для начала я немножко все-таки добавлю здесь так сейчас я возьму свой теплый серый чуть-чуть в него зеленого белил я собственно хочу так чуть-чуть коричневого я хочу вот тут как-то добавить чуть-чуть коричневого вот здесь все-таки сквозь воду так просвечивает поэтому хочу добавить все в принципе давайте можем начинать рисовать фактуру воды так а мне все видно там все видно да и случайно увидела комментарии конечно я постараюсь сохранить запись иногда инстаграм чудит но надеюсь что этого в этот раз не произойдет и все будет хорошо итак вода я сейчас работаю тонкой кистью беру голубой ну точнее такой знаете вот этот королевский блю я сейчас использую и я вот прям эти тоненько набрасываю вот здесь такие полосочки они совсем вот здесь тоненькие ближе к берегу они становятся крупнее и это уже такие знаете полупрозрачные слои красок и они становятся тоже светлее на берегу и меняется их направление да то есть сначала мы вели их так горизонтально а потом сейчас вот здесь возле берега мы уже как бы ну то есть вот так до их выводим и здесь они у нас становятся крупнее я надеюсь я понятно объясню и обычно вот эти все штуки я рисую вот таким хаотичным образом то есть у меня кисть знаете начинает просто плясать по поверхности листа я здесь такое себе даю ну как то вот отпускаю себя так сказать и просто начинаю набрасывать такие вот пятнышки усиливая их точнее делая их крупнее к берегу и где-то здесь можете видеть что прям очень хорошо читаются такие возле берега прям полосы их вы можете прям прорисовать то есть вот набросали хаотичных вот этих относительно хаотичных историй и вот эти вот полосы чуть-чуть затонируем их светлым шума то и сделаем я здесь такие штучки у нас и у вас вода сразу начинает оживать и когда я обожаю это потому что это вообще похоже на все на магию и не только не только белые у вас блики не только голубые у вас здесь где-то проскакивает такие знаете песчаные оттеночки песчано-зеленые то есть вода очень на самом деле такая пестрая разноцветная даже если вам кажется что она выглядит как-то однотонно если приглядеться она совершенно не однотонная поэтому я и говорю вам что внимательно смотрите на референс иногда вот как бы знаете понятно что ну нам нужна практика но нам нужна и насмотренность очень потому что вам нужно нужно смотреть нужно смотреть на воду на небо в реальности смотреть и как бы не только на картинке да как движется вода как она вообще вот раскладывается на элементы как вы можете это то есть какими мазками вы можете ее реализовать на на бумаге вот за этим за всем наблюдайте это очень интересно во-первых во-вторых это очень расслабляет поэтому это сплошные так сказать плюсы у этого действия так и здесь у нас берегу такие полосочки здесь набросаем дальше смотрите на воде на воде у нас такие темные включение это там под водой либо какие-то камушки лежат либо это какие-то водоросли если рисовать гуашью обязательно грунтовать обязательно грунтовать нет не обязательно грунтовать я не грунтую но вы можете попробовать грунтовать я кстати иногда когда раньше грунтовала листок когда работала акрилом ой вспомнила ну это на любителя попробуйте вообще кто-то рекомендует прям грунтовать потому что акрил ну ложится потом лучше плавнее но я постепенно как-то поняла что я грунтовать не хочу и не грунтую мне нравится как акрил с бумагой контактирует как он себя ведет кстати вы знаете что грунтовать вот кстати про грунт интересно ой про грунт это вообще отдельно конечно эфир надо можно холст точнее лист для работы гуашью грунтовать белым акрилом просто это даже будет лучше вот поэтому смотрите пробуйте пробуйте вот по мне так лучше но мне нравится не загрунтованная бумага а вы смотрите то есть вы хотите понравится вам с грунтом поможете с грунтом так друзья видите у меня ситуация я опять скакала на камень хочу немного ускориться потому что это конечно я бесконечно могу с вами рисовать вот эти отблески на воде и разговаривать но эфир то у нас не резиновый ведь правильно так смотрите я сейчас по берегу быстренько наверное вот в части берега это будет последний штрих вот здесь вот здесь знаете есть такой отблеск от воды такое светлое пятнышко я хочу его тут положить чтобы он у меня тут тоже был так что-то я ну ладно вот здесь кто-то там ставит сердечки спасибо большое у нас хорошо довольно получается так давайте друзья вот эти камни покоя мне не дают камни вот это россыпь камней на вот этом скалистом берегу она разложим ее на цвета что у нас там черный коричневый тепло серый белый серый ну вот эти все оттенки и берем собственно все вот эти вот краски и вот так я начинаю здесь их набрасывать я друзья не детализирую вот эти вот камни сильно точнее я их не вырисовываю особо поскольку я не вижу в этом никакого смысла учитывая что мне в пейзаже ну понятно что важно все но этот задний план он как бы я больше мне и по душе его обозначить кто-то знаете фигурально что там этот скалистый берег есть детализировать его сильно здесь важно тоже показать вот эти вот контрасты и как-то вот все-таки фактуру камня конечно тоже тоже это важно я не говорю вам что совсем нужно забить на эту область но нас и как бы рамки эфира скажем не позволят прям очень сильно погрузиться туда нас еще вот эти камушки да не забывайте есть но их тоже с вами сейчас здесь такой же принцип да так что много воды и взяла вот эта часть тени правая левая светлая и от камней не забывайте про нее пожалуйста ты тут махну там берегу тоже фактуры так тут чуть потемнее хочу сделать а вот эти проталинки начала рисовать и куда-то там какой-то вопрос начала отвечать забыла то вот так просто рисуют эти штучки здесь можно сверху чуть-чуть так вот водичкой чуть-чуть такую сделать им размытость и вот этот тень кстати от вот этого камня на нас такая синего синего то я тоже здесь у воды вот эти камни здесь тоже сверху беленькие и пока у нас белила на кисти давайте шапки белые горам тут нарисуем тоже там где-то чуть-чуть снег лежит но наверное это снег тоже сильно вот эту историю детализировать не надо может чуть-чуть где-то так чисто схематически темных пятнышек я чуть-чуть хоть чуть-чуть на воде волны так друзья лес 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 да сейчас разверну смотрите с лесом что с лесом история такая но уже положили первый лесной слой скажем так сейчас я беру такой темно-зеленый у меня этот оливковые оливковые такой глубокие зеленые начинаю просто вот так же тонкой кистью эти елочки набрасывать не прям заливаю тоже плотно оставляю да где-то чтобы просвечивал вот этот первый зелененький слой у нас где-то в небо эти елочки смотрят где-то тут повыше и не такие очки малышки дальше берем черные и чуть-чуть глубины здесь некоторых местах особенно внизу вот для камней вот этот потому что каменисто-скалистый берег он продолжается на чуть-чуть в лесу чуть-чуть к камушкам сразу елочки вот так друзья изображаем елки беру беру а что я беру беру светло-зеленый вот такой ярко зеленый чуть-чуть чуть-чуть зеленого так немножко в него белил чуть-чуть потемнее сделаем это я сейчас чтобы вот обозначить некоторым елочкам вот эти вот веточки ну чтобы это совсем уж у нас не просто а то они сейчас как немного на кипарис и похоже на елки такие рисуемые веточки тут они уже совсем мелкие ничего не надо прорисовывать ну в принципе вот с лесом к лесу больше вопросов нет мне такого леса вполне тут достаточно мне он вполне нравится здесь чуть-чуть где-то камушки какие-то через лес просвечивают я тоже обозначу и так коричневый закончился высох тут где эти камушки белые 5 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 7 5 7 6 опять что происходит что происходит и вот сейчас друзья я уже последние штрихи последние детальки набрасываю кстати здесь у нас какая-то штучка в воде нарисовали так обозначим этому камню чуть-чуть тень немножко мне отсвечивает сейчас я так друзья вы смогу и какие молодцы вот я понимаю что кто-то видимо от начала до конца смотрит спасибо еще в записи будете смотреть так друзья и я вам пока мы не закончили хочу сказать про наш клуб художников нас сейчас на вы знаете что у нас был бесплатный марафон и художником марафона была я екатерина фомина мы там нарисовали три ярких картинки авокадо тукана и и бананы очень красивые и у всех они у всех получились какими-то фантастически прекрасными и сейчас мы уже открыли двери нашего клуба в котором для вас уже доступны куча крутых уроков там портрет карандашами портрет акварелью акварельные уроки от лена кириченко прекрасной художницы несколько уроков но это было очень самонадеянно успевать этот это вы про что это вы про то что ничего не поняла но надеюсь вы все успеете это я чуть-чуть ваши комментарии читаю так ну что тут у нас друзья я конечно могу это бесконечно все дела сейчас вот здесь вот здесь ой линию горизонта и ну так вот смотрите в нашем клубе художников уже сейчас доступна куча крутых уроков несколько уроков от лена кириченко по акварели 7 уроков акварельных да я сейчас рисовываю с фото к сожалению не с натурой за окном другой пейзаж несколько уроков с лены кириченко уже доступны два акриловых урока со мной плюс три урока с марафона очень крутых я так как знаете такой человек сделай хорошо либо не сделай вообще отчего страдаю периодически но вот эти уроки которые были на бесплатном марафоне они действительно очень классные очень хорошие очень подробные так вот вступить в клуб можно по скидке сейчас совершенно не за небольшую стоимость вы получаете доступ на месяц и кучу классных уроков и также можете сразу на три месяца доступ купить и там вообще какая-то супер скидка и супер возможности для рисования некоторые по памяти могут надеюсь вы можете так кисти с красными хвостиками у нас это амстердам я друзья обожаю эти кисти синтетика ой рисовали рисовали и все синтетика белая сейчас покажу вам крупную будет понятно амстердама есть такие кисти с белой синтетикой они жестче чем есть еще вот такая синтетика оранжевая я беру белую потому что с белой они жестче и они круче подходят для акрила но про материалы это очень долгий разговор так друзья все я не все точнее а последние штрихи последние штрихи я берегу друзья ну вам и вот и размер скажи вот прям вот он все скажи какой то там размер это был 10 и спасибо пожалуйста кстати да все друзья это последние штрихи уже начинается найти несерьезное отношение к предмету сейчас будем заканчивать пишите пока свои вопросы я чуть-чуть на них поотвечаю и и все и закончим эфир но пред этим мы оторвем скотт пожалуйста пожалуйста всем пожалуйста клевые кисти кстати кисти амстердама вполне по доступной цене вот поэтому я прям рекомендую не на правах рекламы не сотрудничаю с ними но действительно хорошие кисти и хватает их очень надолго не не теряют форму не деформируются не расшатываются не они очень нравятся так ну все друзья мы положили последние штришки я сейчас давайте вот чуть-чуть водички тут финансы фирм уже длится полтора часа ну ладно это еще не рекорд так я хочу знаете что сделать чуть-чуть волны сделать точнее вот эту ряд на воде чуть-чуть по выражению вот здесь сделать и также друзья напоминаю что 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 сейчас хотела напомнить а что по итогам эфира у нас будет розыгрыш мы с вами рисуем до 28 января и 28 января я выберу лучшую работу по эфиру и мы подарим победителю блокнотик блокнотик макс гудс универсальный для разных техник частности подходящий для акрила поэтому рисуйте и выигрывайте но главное это конечно не выигрыш а главное это то что вот нарисуя этот пейзаж вы добавите к своему рисовательному опыту очень много так ну давайте отклеивать скотч если честно друзья вот почему-то знаете как получилось вот с этим скотчем и с этой бумагой есть некоторая проблемочка он иногда отдирается не очень равномерно но я надеюсь что делаем в бумаге а просто скотч вот именно этот почему-то такой поэтому в некоторых местах он может вести себя неожиданно но я надеюсь что у нас не произойдет каких неприятных историй хотя они уже хотят произойти так вот я начну отсюда главное отдирать на себя и не торопясь что в моем случае сложно лишь торопиться не обожаю так ну что отрываем тихонечку и в частности друзья а в нашем клубе феврале о ну вот пожалуйста ничего чуть-чуть закосячили надо другой скотч попробовать купить в нашем клубе феврале будут уроки также с морскими пейзажами подробные пошаговые уроки с очень красивыми референсами так что я вас приглашаю ну практически без жертв мы отодрали этот скотч и так друзья ну что ура аллилуйя мы закончили сейчас я так вот такая у нас получилась работа друзья покажу поближе такой прекрасный морской пейзаж давайте покажу вам еще раз референс вот такой был референс вот такой пейзаж я думаю что получилось прекрасно по крайней мере мне нравится и это самое главное я желаю чтобы ваши работы вам тоже нравились вчера эфир еще все выложу в stories я вас всех приглашаю в наш клуб художников макс гуцард club чтобы порисовать вместе со мной январь и февраль у нас такое прям погружение в акрил и это очень крутой опыт потому что акрил открывает вам невероятные возможности для творчества я очень хочу с вами этим поделиться а вчерашний тоже хороший да и сегодняшний прям хорошие практически одинаковые ну что друзья пожалуйста пожалуйста я очень рада была вас всех скажем так фигурально выражаясь увидеть большое спасибо что порисовали вместе со мной ну еще увидимся все всех всех обнимаю всех целовать всех не буду но обнимаю всем спасибо за эфир сейчас аккуратно сниму так нет не буду снимать все завершается все всем пока пока ой